Первая рабочая неделя июля. Позади. Подведем ее итоги. В студии Дмитрий Иванов. Здравствуйте. И вот что было главным по версии корреспондентов телеканала ОТС. ОТС. И еще дополнительно для, вот скажем так, служи со своими сибирских подразделениями еще 200 тысяч рублей. 100 баллов по предметам биология, русский язык и химия. Медаль первой степени. Мы в период, в самый разгар пандемии теряли людей от COVID-19 меньше. Мы, у нас в зоне СВО людей гибнет меньше, чем мы теряем сегодня из-за трагедий на воде, пожаров и гибели в ДТП. Сейчас вот с этой минуты, как закончился суд, я стану настоящим бомжом. Все. Меня, 62-летнего мужика, вышвырнули на улицу. Просто вышвырнули. Без конца и края, над земным покоем, где б тебя оставил я. А сначала о событиях, которые на этой неделе проходили в Москве, но напрямую касались Новосибирской области. День туризма в регионах Сибирского федерального округа Новоденха. Зазидание Ассоциации Сибирское соглашение. Также о перспективах развития нашего округа. И выступление сибирского хора перед бойцами СВО, находящимися на лечении в Москве. Обо всем этом репортажи нашей съемочной группы Алексея Кудинова и Александра Ведерникова. Выставка «Форум Россия» на ВДНХ в эти выходные заканчивает свою работу. С ноября прошлого года ее посетили более 18 миллионов человек. Под одной крышей здесь собраны филиалы всех регионов страны. Каждый стенд – визитная карточка области или республики. Если говорить о Балтайском крае, то это все настоящее. А в Алтайском крае действительно настоящая еда, настоящая природа, первозданная, красивая. И это же можно сказать и о республике Алтай. Базовые концепты, если говорить о республике Алтай – это природа, это сакральность, это жизнь живой Алтай, это культура. И, конечно же, и один, и другой Алтай – это люди. Люди, которые живут на Алтае, потому что они совершенно особенные. Наш регион не стал делать ставку на демонстрацию каких-то природных красот. Своего Эльбруса, Байкала или Черноморских пляжей у нас нет. Зато есть то, что в других местах не найти. Прежде всего акцент будем делать на научно-популярный туризм. Именно на науку мы подготовили и направили в Миноком развития России заявку по национальному маршруту именно в сфере науки. И очень надеемся, что нашу заявку поддержат. И акцент прежде всего на научный туризм отдельно прорабатывать сегодня. Промышленный туризм. У нас много предприятий, которые можно посетить интересных. Ну и, наверное, все-таки не можем об этом не говорить. В Новосибирской области Капское водохранилище, река Опия, наверное, самое большое водохранилище за Уралом. В этом плане и для сибиряков, для большинства это такое ключевое место для всех активностей, видов спорта, связанных с водой. И будем, конечно, об этом тоже мы скажем. Зачем приезжать в Новосибирск? Представители нашего региона рассказали на дне туризма Сибири. Посетители выставки услышали научный стендап, познакомились с ключевыми инфраструктурными проектами, посмотрели кино про сибирский кольцевой источник фотонов. А вот и сердце нашего комплекса, синхротома. Это замкнутая в кольцо вакуумная труба, внутри которой несутся со скоростью света мельчайшие частицы, электроны. О планетарии, дельфинарии, институте цитологии и генетики рассказал на форуме губернатор. Свои козыри в борьбе за туристов представили главы всех регионов Сибири. Чуть раньше на совещании у полномочного представителя президента они обсудили и ключевые проекты, необходимые всей стране. Акцент на проекты, которые дают эффект не только для нашего региона, а общий страновой или межрегиональный эффект. Как приведу пример, это такие проекты инфраструктурные, как Южный транзит и Южный обход, потому что мы понимаем, обеспечение пропускной способности Новосибирского транспортного узла дает возможности дополнительные и Алтайскому краю, и Казахстану, и Томской области, и всем нашим соседям. Дальше еще один проект, который мы предложили внести в план стратегии по инициативе наших ученых, это проект, уже озвученный на уровне президента, Центр Биокатех. Это производство отечественных катализаторов и ферментов одновременно, как для нефтегазовой промышленности, так и для биотехнологических предприятий. Уверен, что они будут поддержаны. На выставке «Россия» много говорили и о культуре. Голосуя за интересные для посещения объекты, потенциальные туристы выделили оперный театр. Также на ВДНХ выступил сибирский хор. Сибирский хор прилетел в Москву почти сразу после напряженного гастрольного тура. Артисты дали серию концертов на Дальнем Востоке и в Китае. Выступлением на ВДНХ коллектив при этом не ограничился. Артисты посетили военный госпиталь. «Сначала испугались. Все равно есть, да? Как ты будешь работать, как на это среагировать, а потом, а как? Так еще лучше будем работать вдвойне. Ребята, которые прошли через такое, я считаю, что это самый дорогой зритель для нас был сегодня. Самый дорогой. На войне, как на войне, не все пули и дуры. Мы общались после концерта с ребятами. И, судя по всему, хотя бы таким образом они хоть как-то побывали дома. В силу определенных причин они еще не могут себе этого позволить. Насколько возможно, хотя бы так поднять дух, отвлечь от каких-то проблем, болей, переживаний, физических и моральных. И то, что мы сегодня увидели и ответную реакцию, мы не зря в конце сезона поставили вот такую точку». Сибирский хор уже вернулся домой. Практически завершена работа и филиала нашего региона на выставке «Россия». Этот проект решено продолжить в другой форме. Меньший по масштабу, но аналогичный по посылу. Выставки решено открыть в разных городах страны. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Москва. Специально для итогов недели. Из Москвы вернемся в Новосибирскую область и расскажем, что в этом году 159 выпускников получили 100 баллов за какой-либо из предметов ЕГЭ. И этих ребят пригласили на традиционный губернаторский прием «Золотые надежды России». Но и среди них были так называемые мультистобальники, которые получили максимальный результат сразу по нескольким предметам на ЕГЭ. Сюжет Алены Кузиной. 100 баллов по предметам биология, русский язык и химия. Чтобы учиться на «Отлично», не обязательно жить в мегаполисе, уверен Александр Иванов из школы номер один Машковского района. Выпускник, победитель международных всероссийских конкурсов и Олимпиад. К сдаче ЕГЭ подошел основательно. Всю необходимую информацию находил в интернете. Смотрел вебинары, выполнял задания. Мультистобальник на экзамены пошел без волнения. Самое сложное было это просидеть вот эти полчаса, пока читают инструктаж, пока печатают кимы, потому что ты не знаешь еще, что тебе там попадется. Настраиваешься на самое худшее. А когда уже распечатывают, ты открываешь, смотришь, что все знаешь и спокойно решаешь. Родители Александра говорят, что такой результат сын получил благодаря усердной учебе и стараниям. Первый экзамен, мы уже спать легли, он меня разбудил, и вот ноутбук мне прям в глаза тычет. Мама! Конечно, радости много прям совсем. Потом он собирался на биологию, экзамен, и утром узнает, что у него 100 баллов по-русскому. Мы совсем... Говорят же, надо там, когда ребенок на экзамене, ругать его. А мы весь день, пока он был на биологии, мы его хвалили весь день. На едином государственном экзамене эти выпускники показали блестящее знание, как в точных науках, так и в гуманитарных. В Новосибирской области 159 стубальников. За успехи в учебе ребят поздравили и наградили на губернаторском приеме. Школа позади, испытания экзаменационные, и это уже позади. А впереди новая жизнь, совершенно новая, пока еще непонятная, возможно, с новыми испытаниями. Но это совершенно новый этап жизни, который действительно важен. Дорогие ребята, конечно же, пожелание всего самого лучшего. Храните традиции, храните самое лучшее, чему вас учили ваши учителя, ваши родители. Больше всего стубальников по русскому языку, математике и литературе. Вера Путинцева готовилась к сдаче единого государственного экзамена с сентября. Дополнительно занималась с педагогом по онлайн-курсам и самостоятельно оттачивала мастерство в написании сочинения. Я была в шоке, потому что нам в один день пришли и математика, и русский язык. И оба довольно большие баллы, особенно русский язык по 100 баллов. Я была в шоке, я не верила в результат. Я сам писала, это не может быть. В этом году лидер среди учебных заведений по стубальникам СУНЦ НГУ. Всем известна физмат-школа. 42 выпускника показали высокий результат. Впереди у ребят выбор будущей профессии и поступление в ВУЗы. Мы стараемся реагировать на просьбы телезрителей. Фиксируем все ваши звонки на номер 238-10. Выезжаем на место событий, пытаемся услышать все стороны конфликта. В редакцию новостей ОТС обратились жители Первомайского района Новосибирска, которые страдают от постоянных отключений электроэнергии. Терпение их уже лопнуло. Увидите на кадрах, что когда на место событий приехал наш корреспондент, Станислав Блинов, съемка сюжета переросла в стихийный митинг. Это буквально беспредел. Июнь вообще, все, отключали 10 раз, наверное. Смотри, смотришь на частный сектор, у них свет горит. Смотришь на эти дома тоже горит. Смотришь на наш, а все. У нас только светятся эти свечки да фонарики. Только здесь в городе нет какого безобразия вообще. У нас к вам большущая просто просьба, помогите нам. Местные жители рассказывают, электричество в окрестных домах пропадало и раньше, раз-два в месяц терпели. Но в июне свет начали отключать чуть ли не каждый день. Ты поставил машинку стирать, она выключилась. Ты поставил, значит, в духовку что-то, бах, у тебя ничего нет. Домой прибегаешь, если свет, скорее телефоны на зарядку, скорее что-нибудь сварить, скорее чай скипятить. Ну так же нельзя. Под отключение попадают сразу несколько улиц. Ашанина, Березовая, Даевского, Твардовского. Около двух десятков многоквартирных домов. Сотни, если не тысячи жителей. Постоянных перепадов энергии не выдерживает бытовая техника. Я девочке включила машинку. И стою, думаю, господи, хоть бы не отключили, хоть бы не отключили. Она же на электронике. Думаю, еще и машинка за 24 тысячи полетит. Холодильник не включен. Он течет постоянно. Мы застряли в лифте при температуре 36 градусов. Просидели 56 минут. Я была с соседкой. Везде проверяли, и в больнице я пролежала три недели. Перебои с электричеством есть и в детских садиках, и школах. Накануне экзамен. Завтра экзамен, сегодня отрубают свет. Вы представляете, что это такое? Оборудование летит. Вот у нас, допустим, большое оборудование по оповещению пожарной сигнализации вырубает. А обучающий процесс. Вы представляете, что такое эвакуация? А когда у тебя электрификации ноль, у тебя ничего нет. Вы представляете, что такое? Мы бегаем по зданию, кричим оповещение, делаем тутар с электрификацией. Вы представляете, дети пугаются. Со своей бедой люди обращались и к депутатам, и в мэрию Новосибирска. Это на прошлой неделе, когда было отключение. В мэрию звоню. Через несколько дней перезваниваю, когда уже свет есть. А у вас сейчас есть свет? Я говорю, да, сейчас есть свет. Вот когда не будет, тогда жалуйтесь. А вот квитанции за электроэнергию от независимой энергозабытовой компании приходят регулярно. Офис независимой энергозабытовой компании находится по адресу Горский, 40, дробь 1. На двери висит ненапряжный график. Принимают жители только по вторникам и четвергам. Все остальное время закрыто. Несмотря на закрытые двери, нашей съемочной группе удалось встретиться с представителями компании «Генерации Сибири», организацией, которая обслуживает сети в Первомайском районе. Там объяснили, перебои с электричеством связаны с выводом в ремонт двух энергоблоков в середине июня. А местные жители говорят, что с июня начинают у них вот, они даже записывали график. Не знаю, я сейчас не готов это никак комментировать по датам, по минутам. В принципе, я могу все это дело посмотреть по оперативному журналу и дать в письменном виде расширенную информацию. Устав терпеть перебои с электричеством, жители Первомайского района написали заявление в прокуратуру. А журналисты УТС продолжат следить, как разрешится эта ситуация. А жители нового жилкомплекса «Северная корона», это завершающая часть Красного проспекта в Калининском районе Новосибирска, страдают от потопов во время ливней. Хотя удивительно, дом новый. Люди, заселяясь в него, справедливо рассчитывали на качество работы застройщика. А застройщика-то уже и не найти. Сюжет Александра Сульдина. Красный проспект 309. Добротный новый дом, большая детская площадка и закрытый двор. А вот так все это выглядит во время сильного дождя. Ужас, что у нас творится. И вот льется, там сейчас вообще получается, если течет все. Вот течет вот так. Это парикмахерская на первом этаже. Потом вода, конечно, уходит. Из подвала ее откачивает управляющая компания. С новыми ливнями ситуация повторяется. Подвальные помещения этого дома напоминают трюм большого корабля. Огромные коридоры, слабосвященные с обилием коммуникации. Судя по всему, это судно неисправно. Словно сквозь пробоины. Каждый ливень в швы между бетонными плитами, что под землей поступает вода. Председатель совета дома как раз демонстрирует многочисленные источники поступления воды. На улице провалы. Вот так размыло приямок. Ирина Павленко переехала сюда из Нерюнгре. Там работала в управляющей компании главным экономистом. Ситуация ее удивляет. Дом еще молодой совсем и он еще на гарантии находится. Но все конструкции уже приходят в негодность. Помимо потопов, обвалившиеся участки штукатурки, потрескавшиеся стеклопакеты. Управляющая компания отвечает. Это строительные недостатки. Должна устранять фирма, которая возвела этот дом. Наш дом еще на гарантии. Но управляющая компания ГК Стрижи нам уже выставляет смету для того, что мы делали за свой счет. В частности, выставили смету на штукатурке и замену остекления. Также нам выслали письмо, в котором они пишут, что ГК Стрижи прекратили свою деятельность 20.06.23 года. Вот этот документ черным по белому. Сами ищите средства. В случае обнаружения в объекте долевого строительства недостатков в течение гарантийного срока, обязанность по их устранению лежит на застройщике. Застройщик ООО ХК ГК Стрижи ликвидирован 20 июня 2023 года. В связи с чем исполнять его обязательства некому. На основании вышеизложенного ООО УК Стрижи предоставляет собственникам помещений перечень работ, не входящих в перечень услуг и работ, утвержденных собственниками на общем собрании. Жильцы с таким вариантом не согласны, намерены обратиться в суд. Кто и за чей счет будет устранять недостатки, пока неизвестно. Служить со своими в Новосибирской области изменился подход к набору на военную службу по контракту. Теперь граждане могут заключить контракт на прохождение службы в подразделениях, сформированных из своих земляков. В прошлом году было создано несколько таких подразделений, и этот опыт оказался положительным. Поэтому в этом году данная практика была продолжена. Служить со своими выгодно, в том числе и материально. Подробно об этом в интервью нашей программе рассказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев. Не скажу, что это прямо совсем новая идея. Мы, в общем-то, уже и в прошлом году проводили такие мероприятия. Сейчас она вновь актуальна, она показала свою эффективность. Но что обозначает этот термин? Мы стараемся при возникновении желания у гражданина заключить контракт на прохождение военнослужбы, предложить ему возможность служить в подразделениях со своими земляками. Либо это подразделения, ранее формировавшиеся на территории Новосибирской области, либо это подразделения нашей сибирской армии, либо это подразделения, которые, например, сейчас формируются. Причем, и даже в данный момент есть такая возможность, мы формируем определенные подразделения чисто из жителей Новосибирской и Новосибирской области. Так называемые именно новосибирские. То есть есть термин «сибирские», где могут наши земляки служить, а есть непосредственно новосибирские подразделения, где, в общем-то, 99% военнослужащих из жителей Новосибирской и Новосибирской области. Материальные условия? Материальные условия. Ну, дополнительно, скажем так, чтобы был какой-то и стимул материальный, вот именно для этих подразделений губернатор Новосибирской области принято решение увеличить дополнительные выплаты еще на 200 тысяч рублей. Суммарно сейчас при заключении контракта, так как мера материального стимулирования данные военнослужащие могут получить 600 тысяч рублей. Ну, единовременная выплата, так называемая. Ну и плюс дальше уже в процессе службы все положенные виды денежного удовольствия. Я тогда уточню. Вот единовременная выплата при заключении контракта составит 600 тысяч рублей. Здесь две части. Федеральная, да? Сколько она примерно? Федеральная выплата составляет за заключение первого контракта 195 тысяч рублей. А региональная? Сейчас действует выплата региональная, дополнительно к ней для всех 205 тысяч рублей. И еще дополнительно для, вот скажем так, служи со своими сибирских подразделений, еще 200 тысяч рублей. То есть это региональная. То есть получается 195 федеральная и 405 региональная. То есть всего 600. То есть региональная выплата увеличилась именно для тех, кто будет служить со своими земляками? Да. Спасибо. Вот еще раз преимущество такого формирования подразделений. Ну вот, наверное, психологически легче, да? Вот мне приходилось там лететь с мобилизованными в одном самолете. И там я так наблюдал, что там, допустим, военнослужащие из Тувинской республики, они более эмоциональны. Кто-то, допустим, из Новосибирской области, люди там где-то более задумчивые и так далее. То есть, ну как бы со своими психологически проще, как вы считаете? Вы абсолютно правы, Дмитрий. Значит, вот даже, смотрите, переход для человека довольно сложен даже на другую работу. В гражданской жизни поменять. То есть выйти из привычного коллектива в одно место, пойти служить, ну не служить, а пойти работать куда-то в другое место, на другое предприятие. В общем-то, все равно какой-то определенный стресс. А здесь, представляете, человек вообще выходит из гражданской среды, ну не всегда четко понимает, как это там устроено, что происходит. То есть очень большое моральное напряжение. Естественно, когда рядом земляк, а иногда и друг, товарищ, может быть там хороший знакомый, с кем они вместе могут пойти служить. То есть это, естественно, большой плюс и к психологической адаптации, и к готовности военнослужащего, то есть быстрее адаптироваться и начать выполнять поставленные задачи. Психологический момент. Да, и психологический момент. Техническое обеспечение, вот гуманитарная помощь, она от региона именно будет идти целенаправленно вот в эти подразделения в первую очередь. Да, но оно и сейчас идет, то есть у нас правительство Новосибирской области Андрей Александрович Травников поддерживает постоянно контроль над этим процессом. Постоянно идет дооснащение, оказание технической помощи нашим подразделениям, вот в частности, я говорю, вот это наша сибирская армия, и те подразделения, которые непосредственно из Новосибирска формировались. Вот, и бригада наша, которая специального назначения, то есть туда и техника, и вооружение, и гуманитарная помощь идет ежемесячно. И, естественно, вот постоянный контроль и поддержка их подразделения тоже очень немаловажный фактор. Вот это второй момент, и третий, наверное, еще такой адресно-социальный, то есть вот домашнюю проблему какую-то решить возникло у бойца. Если он служит в каком-то общем подразделении, куда ему обращаться? А здесь он, наверное, может обратиться к кураторам подразделения или куда? Наверное, здесь тоже короче путь или нет? Путь короче, и, скажем так, естественно, если подразделения Новосибирские, у нас более тесные связи налажены. Ну, в общем-то, все равно связи у нас есть со всеми подразделениями. Если где-то боец обращается, мы стараемся всем оказать необходимую помощь, но с сибирскими подразделениями это несколько проще. Там часть и офицеров наших командиров тоже сибиряки, тоже имеющие, с ними мы постоянный контакт поддерживаем. И, естественно, мы можем чуть более быстрее и гибче реагировать на возникающие проблемы. Вот какие сейчас новосибирские подразделения сформированы? Мы знаем пример батальона «Вега», но это уже достаточно давно. Дмитрий, ну, непосредственно давайте не будем называть, допустим, какие-то номинования. То, что можно сказать, да. Несколько подразделений, ну, скажем так, 9 подразделений мы формировали в прошлом году. В этом году сейчас формируется у нас одно подразделение, ну, приближенное, скажем так, к батальону. Еще одно подразделение в планах на формирование. Но это процесс, я уже сказал, он постоянно совершенствуется, комплектование вооруженных сил. И такая возможность у нас периодически появляется, есть. Есть ли сегодня запрос на какие-то определенные военные специальности? Кто нужен прежде всего? Ну, здесь я бы выделил, в первую очередь, скажем так, всегда востребованы это водители, потому что, ну, вооруженные силы это мобильные подразделения, они всегда вынуждены и должны перемещаться, то есть иметь свободу действий. Поэтому водительские специальности одни из наиболее востребованных сейчас на комплектовании. Для артиллерии? Дополнительно. Ну, специальности артиллерии, они довольно специфические, это требуется подготовка, в общем-то, и в любом случае это восстановление каких-то навыков. То есть, а водитель может пойти сразу непосредственно комплектоваться на подразделение. А вот именно в востребованных я бы отметил еще специалистов беспилотных летательных аппаратов. Мы все сами видим, как активно развивается этот вид вооруженной борьбы, можно называть его так. Дроны повсеместно используются различного типа, беспилотные летательные аппараты, в качестве разведки, в качестве ударных каких-то инструментов. Обучение проходит. Да. А здесь я, кстати, в развитии этой темы хотел бы отметить, что при поддержке губернатора Новосибирской области у нас создан Центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов. Уже несколько выпусков мы провели. Специалисты, в общем-то, данного направления нашей подготовки востребованы в вооруженных силах. Но, опять же, мы их направляем как раз в эти же, скажем так, сибирские подразделения. Мы комплектуем нашу армию данными специалистами. И, ну, как пример, сейчас мы формируем одно из подразделений, комплектуемых жителями Новосибирской области. Там тоже сразу в штате есть подразделение беспилотных летательных аппаратов. Соответственно, мы же это подразделение сами для себя и готовим вот в нашем Центре подготовки беспилотных летательных аппаратов. То есть, операторы БПЛА, как говорится, может быть, сейчас не на первом месте, но это одни из самых востребованных специалистов в современной армии. Да, как и любое бурно развивающееся направление, оно постоянно требует подпитки. То есть, там увеличиваются штаты. Ну, к примеру, если у нас, условно, скажем, раньше в каком-то подразделении был взвод беспилотных летательных аппаратов, сейчас он расширяется до роты там, вот, отдельные, даже какие-то более крупные воинские подразделения могут прямо вот этого направления создаваться. Ну, и, соответственно, требуются подготовленные специалисты. Мы понимаем, что, ну, как такового в гражданской специальности оператора БПЛА практически не найдешь. То есть, его необходимо готовить. Вырастить. Да. В целом, набор на военную службу по контракту, как проходит сейчас? Больше, меньше людей приходит в военкомат? Ну, я скажу, что набор проходит планово, примерно в одинаковых, скажем так, показателях, какие необходимые люди идут. В общем-то, мы стараемся принять на военную службу по контракту всех, кто изъявляет свое желание там. Ну, к сожалению, не все по различным причинам могут пойти служить на военную службу по контракту. Вот ограничения по здоровью и возрасту. Да, правильно, это одни из основных, скажем так. Ну, возраст мы все-таки стараемся не так ограничивать желание людей. Как нас еще установил наш Верховный Главнокомандующий, если гражданин изъявляет желание пойти защищать свою Родину, мы должны предоставить ему максимальные возможности. Поэтому возраст мы, в общем-то, стараемся не ограничивать, подыскать вот под любой практически возраст. По здоровью. Здесь больше требований, но они в первую очередь связаны с безопасностью своих, ну, самих же военнослужащих, поскольку это один коллектив, это ранения, возможные там где-то какие-то открытые там раны или еще что-то. То есть, чтобы не было каких-то массовых заражений. В основном ограничивается по социально опасным заболеваниям, вот, типа гепатит, ВИЧ, вот, такого плана, чтобы, скажем так, нельзя было заразить своих товарищей. А возраст, вы говорите, неограничим, вот, я брал интервью, 57 лет, мобилизованный, берчанин, с большим опытом, кадровый офицер, то есть, это вот, какие тут верхние случаи были, скажем так? Ну, я вам скажу, в отдельных случаях для офицеров и 60, и где-то, может быть, даже ближе к 65, но это больше относится к офицерам, скажем так, и больше, ну, скажем так, выше в маленькой звенах, где уже, надо понимать, там уже есть определенные критерии требования к состоянию здоровья. То есть, если это, скажем, командир взвода, лейтенант, он, ну, находится постоянно с подразделениями, там на нем, допустим, бывая экипировка постоянно, носимый боекомплект, это довольно большая нагрузка, он вынужден перемещаться. Понятно, что 60-летнего такого уже требовать нельзя, вот, а если это офицер, где необходимы какие-то тактические навыки в руководстве, скажем так, подразделениями, или там штабная работа тоже востребованная, соответственно, мы стараемся подобрать для возрастных офицеров такие должности. Ну, и в завершение вернусь к главной теме этого интервью, служи со своими. Мы с вами уже вначале сказали, что для тех, кто будет служить в одних подразделениях со своими земляками, сейчас предусмотрено увеличение единовременной выплаты, общая сумма до 600 тысяч рублей. Мы уже и объяснили, почему формируются именно такие отряды, ну, можно сказать, регионального контроля. Причина создания, наверное, не только психологические, технические, материальные моменты, но это еще и традиция, потому что мы помним, что и в Великую Отечественную войну сибирские подразделения защитили Москву. Сибирские дивизии в 1941 году, сибирская стрелковая дивизия, добровольческая дивизия, добровольческий корпус. И вот сейчас мы читаем, бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска в феврале подняли флаг России на Тавдеевку. Этот отряд казаков-добровольцев в Сибирь отразил наступление ВСУ под Бахмутом. То есть, исторические традиции, насколько это важно и как они соблюдаются? Я считаю, что исторические традиции очень важны. И в данном случае мы, я как бы тоже воспитывался все свое время, школу в советское время заканчивал, нам всегда ставили в пример наших дедов, и Великую Отечественную войну, и другие конфликты. Я всегда гордился своей историей, гордился своим, но у меня тоже семья, скажем так, военнослужащие, дедцы, отец, в общем-то, все по военной линии. И всегда с гордостью старался, скажем так, не посрамить честь и достоинство своих предков. И вот в данном качестве историческое наследие, конечно, играет большую роль. Я надеюсь, что уже в скором будущем, после нашей безусловной победы, мы уже тоже будем с гордостью, как вы сейчас говорите, да, наши сибирские подразделения в этой специальной военной операции проявили себя лучшим образом. Мы просто сейчас о многом еще не можем говорить, да, пройдет какой-то промежуток, определенный временный этап, и у нас, я уверен, еще будет повод гордиться нашими земляками новосибирцами и нашими сибирскими подразделениями. Спасибо, спасибо за интервью, Евгений Николаевич. А в подшефном для Новосибирской области Беловодском муниципальном округе Луганской Народной Республики появились новые герб и флаг. По сути, восстановлен еще Екатерининский герб, утвержденный императрицей еще в сентябре 1781 года, но с поправками на современность. Из Луганской Народной Республики сюжет Станислава Блинова. Первый в истории герб Беловодска был принят в конце 18 века по указу императрицы Екатерины II. Мальтийский щит, разделенный на три части. В то время поселок был частью Харьковской губернии Воронежского наместничества. В верхней части на желтом фоне был двуглавый орел черный, в средней части на красном поле располагался кувшин, из которого вытекала белая вода. И в нижней части айс, стоящий на зеленом поле, означающий изобилие птиц, как было написано в описании, в окрестностях онного города. Исторические изображения и легли в основу нового герба Беловодска. Все разработанные проекты были направлены на экспертизу в Геральдический совет при президенте Российской Федерации. Это наша гордость, это наши символы, это наши реквизиты. Опять-таки наш фирменный бланк теперь будет, наша печать. То есть то, без чего не может существовать любое муниципальное образование. Основные элементы герба символизируют особенности Беловодского муниципального округа. Из-за меловых отложений в местной почве вода в реке Деркул, протекающей через весь район, во время дождей становится белого цвета. Отсюда и название Беловодск и белая полоса на щите. Центральный символ, как и раньше, аист на зеленом поле. Нашло отражение и коневодство, гордость района. На красном фоне внесли мы обязательно, показали наше тоже историческое достояние, наших три конзавода. Это мы не могли не включить этот элемент в наш герб. Две головы породистых лошадей, те, которые опять-таки еще с екатеринских времен у нас три конных завода. И, конечно же, мы православные, мы русские, мы славяне и символ православия – крест. К сегодняшнему дню герб и флаг Беловодского муниципального округа уже прошли процедуру утверждения и теперь будут использоваться в качестве официальных символов муниципального образования. Кстати, в Беловодском районе открыто отделение МФЦ. При содействии Минстроя и Минэкономразвития Новосибирской области там проведен ремонт и приобретено необходимое оборудование. Об этом на оперативном совещании в администрации области сообщил министр Лев Решетников, рассказывая в целом о цифровизации МФЦ. И вот еще любопытная часть доклада, посвященная развитию способности робота Николая. Проконсультировал в прошлом году почти 300 тысяч человек. Задача, какие на 2024-2025 год с коллегами с Минцифры – это сделать предварительную запись. И он еще пока не умеет вести предварительную запись, идентификацию заявителя осуществлять и новые темы консультации продолжать его обучать. То есть еще раз повторюсь, он сегодня только половина может обработать звонков, то есть каждый второй звонок он не понимает и переводит пока на оператора. То есть наша задача с коллегами с Минцифры – это научить его распознавать человека, кто звонит, и научить большему количеству услуг. Вот, наверное, основные задачи. Генерал-лейтенант Виктор Орлов, возглавляющий региональный МЧС, на оперативном совещании в администрации области привел новую статистику по происшествиям на воде. Она красноречивая. За неделю с 24 по 30 июня в регионе утонул 21 человек, в том числе пятеро детей. Вот комментарий губернатора. Это оперативное совещание он проводил по видеосвязи. В связи с тем, что статистика, как вы слышали из доклада генерала-лейтенанта Орлова, достаточно страшная, вот так, для справки, мы в период, в самый разгар пандемии теряли людей от COVID-19 меньше. У нас в зоне СВО людей гибнет меньше, чем мы теряем сегодня из-за трагедий на воде, пожаров и гибели в ДТП. Поэтому осознаю всю сложность работы с населением, предупреждение вот этого человеческой безалаберности, но статистика заставляет нас эту работу активизировать. Поэтому, как и сказал Виктор Викторович, обеспечьте более полное и постоянное ваше присутствие в местах купания, в том числе и несанкционированных местах купания. Рейды, информирование, предупреждение, возможно, в том числе и рассказ о некоторых самых диких, трагичных случаях, потому что, к сожалению, гибнут дети. И, конечно же, это трагедия для семей, для родных и, может быть, для более сильного психологического воздействия о таких случаях, в том числе и рассказывать. Виктор Виктория Поворот с Мачищенского шоссе, немного под оборотной асфальтированной дороги и под колесами пыль, ямы, колея. Единственный въезд в село Новокаменка. Школьный автобус здесь ходит. Хотя даже в сухую погоду случаются вот такие происшествия. Вот сидит КамАЗ. На легковушке его объехать очень-очень проблематично. После дождя дорога вообще непроходима. С этой бетонной мешалки пришлось сливать весь груз прямо на проезжую часть. Сегодня сухо и можно ехать, только буквально крадучись и лавируя. Еще один способ покинуть поселок для местных жителей, самый надежный, это отправиться на электричку. Сначала по вот такой вот дороге от домов, потом поворачиваем прямо в поле на тропинку, вот в сторону того леса. Зимой этот путь превращается в самый настоящий тест на организацию взаимовыручку на первый поезд. Выходит группа в пять человек. Впереди идет мужчина, который работает как бульдозер. Сзади женщины притаптывают тропинку. Ведь снега здесь зачастую по пояс. За рулем этой белой Тойоты Олеся Жаворонкова. Живет на Вокаменке три года. Говорит, вода здесь тоже проблема. На этом участке целая система. Скважина, вот этот бак и накопитель и своеобразная водонапорная башня. Вот она вроде бы светлая, да? Сейчас мы немножко надерем, будет усиливаться желтизна этой воды. С желтизной борются так. В доме установили три бачка. В самом большом первая ступень очистки. Остается вода для технических нужд. Часть вычерпывают в соседней емкости. Там она еще раз отстаивается. Процеживается через фильтры и уже идет на питье и приготовление пищи. Проблема, которая у нас существует, это неправильный, ну, как бы сказать, несвоевременный вывоз мусора, отсутствие подъездной дороги качественной, отсутствие воды. Прямо на въезде свалка. Впрочем, власти ее обещают убрать. Установить систему видеонаблюдения, чтобы сюда мусор не бросали. Снабдить село качественной водой тоже планируют. Готовят заявку на участие в специальной программе. Проект скважины и станции водоподготовки собираются разработать к концу августа. Дорогу обещали отремонтировать. Главные улицы в селе до 1 июля. Ту, что за околицей, до 15. Работ не видно. В самом населенном пункте вот так привели в порядок проезжую часть. Полукилометровый отрезок. И даже остановку поставили еще в прошлом году. Поселковыми были собраны подписи для запуска суда общественного транспорта. Подписи были переданы в администрацию сельсовета. После того, как обращение в сельсовет было передано, у нас появилась вот эта великолепная конструкция под названием остановочный пункт. Когда мы дождемся автобуса на этом остановочном пункте, к сожалению, никому неизвестно. Общественный транспорт сюда пускать нельзя. Также из-за разбитой дороги просто опасно. Ирина Ястребова, многодетная мама, живет здесь 20 лет. В обещания местных властей уже не верит. Переезжать тоже не собирается. Свой дом, природа, тишина, спокойствие. Огромный город в час езды. Вот только добавит нормальных условий для жизни и вообще будет замечательное место. А вот другой пример. Благоустроенные парки и дворы, спортивные площадки, городские пространства для творчества и патриотического воспитания молодежи. В день рождения Новосибирска представители ТОСов презентовали проекты по развитию территорий «Активный город». Праздник прошел при поддержке Управления общественных связей мэрии Новосибирска. Как сделать Новосибирск комфортнее и уютнее, узнаете в нашем сюжете. На целый день парк «Березовая роща» превратился в небольшой город со своими кварталами и жителями. Куклы-обереги ручной работы, ажурные зонтики, модели самолетов, бумажные цветы можно было не просто увидеть на выставке, но и самим сделать на мастер-классах. Интеллектуальные игры, спортивные конкурсы и презентации городских общественных инициатив. Так ТОС «Малая Родина» выиграл грант и благоустроил сквер 50 лет советскому району. «Сквер настолько стал зрелый. За эти годы поднялись деревья, за эти годы встала арка, встало ограждение, мусорные баки, лавочки. То есть здесь и депутаты нам помогали, и гранты мы пишем, и администрация, и мэрия. Это настолько в совокупе. Общее дело мы начали с нуля, с нуля. И на сегодняшний день имеем сквер вот такого масштаба». Новосибирские ТОСы – команда инициативных и неравнодушных жителей, которые создают и реализуют самые разные программы по развитию города. В Кировском районе организовали юношские трудовые отряды. Они объединили 160 мальчишек и девчонок. «Я считаю, что это очень нужная работа, потому что дети в большинстве трудовых отрядах – это сложные дети. Работали над ландшафтным дизайном, это там и заказывали скалодромы. И очень много мероприятий. Это было патриотически, это занятие в библиотеках». Активисты садят деревья, восстанавливают памятники, проводят праздники, помогают участникам специальной военной операции, следят за безопасностью районов. Алена Кузина, Родион Токарев. Итоги недели. Мошенники везде и всюду. Информация о них каждую неделю, а то и каждый день в программе телеканала ОТС «Экстренный вызов». Вот, например, на неделе в Новосибирске поймали организаторов финансовой пирамиды МПК «МАО». Они создали кооператив, участникам которого предлагали быстро разбогатеть. Казалось бы, сколько уже людей за 30 лет пострадали от этих пирамид. Но находятся новые доверчивые граждане. Съемочная группа «Экстренного вызова» принимала участие в операции по задержанию предполагаемых аферистов. Сюжет Александра Журбина. Всем привет. Меня зовут Юрий Назаров. Я являюсь основателем команды «МАО». Присоединяйтесь к нам. На этот призыв откликнулись не только пайщики, но и сотрудники правоохранительных органов, которые решили лично разобраться в финансовой деятельности МПК «МАО». Юрия Назарова и его жену Ирину нашли в их загородной резиденции. Пару подозревают в том, что они вместе с другими соучредителями кооператива обманывали людей. По версии следствия, доверчивым гражданам махинаторы предлагали приумножить капитал несколькими способами. Роман ранее пострадал от действия финансовой пирамиды «Финника». И чтобы исправить свое материальное положение, решил стать пайщиком МПК «МАО». Сначала принес туда 120 тысяч рублей, а после еще полтора миллиона, которые взял в кредит. Первое время получал обещанные по программе деньги, но вскоре кооператив закрылся и выплаты прекратились. И таких пострадавших в стране немало. Вот есть чат, там более 240 человек, таких же, как и я, пострадавших. Кроме того, пайщикам МАО предлагали купить криптовалюту, которую якобы вскоре можно будет обменять на рубли. Такой способ обогащения привлек Марину. Через год я получу деньги, буду прибыль получать, соберу все это, куплю новую машину и все. Рассчитывала на год. Чтобы осуществить мечту, женщина поменяла машину стоимостью полмиллиона на цифровые деньги. В дальнейшем часть средств ей удалось обналичить. Но когда такая возможность пропала, заподозрила неладное. Поняла, что меня обманывают, когда люди стали шептаться за кулиси, что ничего здесь не будет. Встретила знакомую одну, она говорит, да это же, говорит, лохотрончики. Я, говорит, продала все монеты и вышла оттуда. Я говорю, да прямо у них такой проект, так интересно ей рассказывают, все хорошо. Она говорит, ну посмотришь, что будет. Чудо не случилось, и Марина потеряла деньги. Но женщина все-таки надеется, что обещанной ей вернут. Прибыли у кооператива никогда не было. Более того, МПК МАУ находится на стадии ликвидации, а криптовалюта оказалась не настоящей. Виртуальные деньги, которые пайщики купили за настоящие рубли, просто исчезли. Назаровы тем временем, как герои сказки Кот Базилио и Лиса Алиса, открыли еще один кооператив и привлекают новых пайщиков на свое поле чудес. Это кабинет сайта. Кого? Хабс. Председатель в Хабс Юрий Назаров. Другое название этого проекта – потребительский кооператив современных технологий МАУ Модерн Таймакс. Кстати, мужчина и раньше участвовал в схемах по обману граждан, таких как Призм, Рой Клуб, Спейс Бот, Паровоз, МММ Призм, Призм Бит и топливная карта Призм. И все время выходил сухим из воды, как и супруга. После обыска дома семейная пара села не в дорогой внедорожник без номеров в своем дворе, а на неприметную малолитражку за оградой и поехала на допрос в полицию. А уже сегодня их доставили в Октябрьский районный суд. Григорий Анатольевич, согласны с обвинением? Нет, не согласны. Тем не менее, Назарова арестовали до 27 августа. Следом за мужем в клетку завели Ирину, которую хоть и не отправили в СИЗО, но серьезно ограничили в свободе. Услышав такое решение суда, фигурантка расплакалась. То ли отчасти, то ли сожаления. Ирина, подскажите, а деньги вы планируете вернуть обманутым пайщикам? Без комментариев. Супругов-кооператоров обвинили в особо крупном мошенничестве. Если вину докажут, им грозит реальное лишение свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению данного преступления, а также граждане, которые являются потерпевшими. С ними будет также продолжена работа. Теперь вернемся к еще одной истории, связанной с мошенниками. Под их давлением женщина лишилась своего жилья в центре Новосибирска. Но все это время думала, что помогает следствию. Наша съемочная группа стала свидетелем попытки выселить пенсионерку. Но она не сдалась и пытается отстоять свое право снова жить в квартире. Мои коллеги проводили журналистское расследование этой ситуации. И вот что выяснил Вячеслав Горланов. Когда Галине на WhatsApp скинули доверенность на незнакомого ей человека, которому она якобы поручила продать свою квартиру, женщина испугалась. И потому поверила, что ей звонит настоящий следователь. И чтобы опередить мошенников со сделкой, она сама продала квартиру через агентство недвижимости, а деньги перевела на счет, который по телефону продиктовал правоохранитель. После поимки аферистов тот обещал все вернуть. Но вместо этого в жилище зашел непрошенный гость с риэлтором, которая по документам и стала новой собственницей квадратных метров. Они пришли, значит, он хамский абсолютно вел себя, просто хамский. Он стал открывать шкафы, выбрасывать одежду на пол, обувь на пол выбрасывать, валяется на кровати в кроссовках, кухни, значит, шкафы открывает, смотрит везде там это все это. В тот день Галина смогла отбить квартиру. Но вскоре началась черная полоса. Мужчина, который назвал себя представителем новой хозяйки жилплощади, ночью обрезал провода, отключил электричество и взломал дверь тамбура. Пенсионерка выбежала на шум и попала под раздачу. Женщина получила многочисленные синяки и ушибы. В неравной борьбе у нее отобрали ключи. Галина оказалась на улице, в домашней одежде и тапочках. Сейчас пенсионерка скитается. Временно приютили знакомые на своей даче. Он мне выбросил сумку мою. Вот эту сумку, в окно. Вот в этой сумке у меня паспорт, карты и телефон. Это по просьбе полицейских, поэтому он сделал. Все. Юристы Галины уверены, их клиентку обманули, поэтому пытаются исправить непростую ситуацию. Хотят признать сделку недействительной. Кстати, суд уже запретил новым собственникам проводить с жильем какие-либо манипуляции. Есть норма в жилищном кодексе, позволяющая до решения суда ей находиться в данном объекте. До решения суда об обратном, об выселении. То есть решения суда о ее выселении нет. Но эта позиция еще подкрепляется тем, что в производстве есть в следственных органах уголовное дело, по которому она призвана потерпевшей. Новые хозяйки, риэлторы того самого агентства, через которое продавали недвижимость, прокомментировать ситуацию, отказались. Тогда мы обратились к их руководству. Компания провела внутреннее расследование и не усмотрела корысти в действиях своих сотрудников. Как оказалось, сама Галина скрыла истинные причины сделки. Я разбираю сейчас историю этой сделки. Мы фиксировали, что Галина Александровна предоставляла сведения, косвенно подтверждающие свои намерения. Фактически это переезд к дочери в Питер, у которой большая квартира, показывая фотографии дочери, какие-то доказательства о материальном благосостоянии. То есть фактически полностью показывала логику своих действий. Возможно, это стало ошибкой. А ведь в ином случае сделку можно было бы приостановить. А так она прошла по стандартам агентства и не вызвала подозрений у специалистов. Тем не менее, с нами поделились вариантами разрешения этой проблемы. Разумным сценарием было бы все-таки привести в сторону первоначального положения. То есть это был бы выход, наверное, лучший. В этом случае все равно останется у Галины Александровны обязанность в дальнейшем вернуть полученную денежную сумму покупателю. То есть другой вопрос о том, что когда она сможет это сделать, сможет ли. То есть они в целом понимают ситуацию Галины Александровны и, в общем, не зла ей зла. То есть они готовы обратно предоставить ей это жилье, вернуть ее в эту же квартиру. Тем более, дать доступ в любой момент к ее вещам. А пока Галина использует все возможности в судебном порядке. Переговоры с агентством продолжаются. Компания активно сотрудничает с органами. Мы будем следить за развитием истории. Еще один сюжет, по сути, с тем же набором формулировок. Недвижимость, раздел имущества, конфликт, суд. Только мошенничества здесь нет. Сюжет про жизнь. Жизненную ситуацию и остается какая-то недосказанность из-за того, что вторая сторона конфликта так и не дала никаких комментариев. Сергей Усов встретил свою избранницу Регину Безик больше 15 лет назад. Сначала обитали в съемном жилище, потом решили взять ипотеку. Нашли двухкомнатную квартиру и подали документы в банк. Перед покупкой квартиры за несколько дней, может быть, за месяц, но когда определились, что будем брать в ипотеку, если ты заплатишь первоначальный взнос, мы с тобой зарегистрируем брак и обвенчаемся. Сергей согласился на такие условия, но перед сделкой Регина выставила новое требование. Собственницей квартиры будет только она. Мужчина выполнил и этот каприз. Риэлторы и сотрудники банка предупреждали Усова, что он совершает ошибку, но любовь взяла верх над разумом. Да верился, да поверил, вот. Не знаю, как завороженный был. Не знаю, почему. Пара купила квартиру, но так и не зарегистрировала свой брак, хотя мужчина сделал предложение руки и сердца и даже подарил кольцо с бриллиантом. Со временем отношения испортились, и Безик, со слов Усова, стала выживать его из дома. Она приходила с работы, издевалась надо мной, швыряла в меня, била, ой, чем только она в меня не тыкала, и ножом, и когтеточкой. В общем, применяла всякие. Я тебя, ударь меня, ударь, говорила, я тебя посажу, я тебя посажу. Ну, то есть, провоцировала. Но я сдерживался. Я писал заявление в милицию несколько раз, ездил в судмедэкспертизу, вот. Но в итоге, как бы, никуда дело дальше не двинулось. Устав терпеть унижения и побои, Сергей предложил Регине разделить недвижимость или купить ему комнату в общежитии. Но женщина продала квартиру своей дочери и зятью, а Усов по решению суда оказался на улице. Спал в подъездах, на лавочках, в приютах для бездомных и даже в лесу. Искать справедливость мужчина отправился в прокуратуру, после чего Безик оказалась на скамье подсудимых. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации, а именно приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение. Сергей просил не лишать экс-возлюбленной свободы, но требовал вернуть ему часть денег за квартиру. Безик свою вину не признала, а после то ли читала молитву, или, возможно, проклинала журналистов, с которыми общаться побоялась. А вот ее адвокат смело критиковал органы следствия, обвинял во лжи Усова и, видимо, насмотревшись выступления своих коллег в зарубежных фильмах, пытался подражать им, вставляя в свою речь различные обороты и цитаты. Ну а потом произошла настоящая драма. Регину признали невиновной, а денежный иск потерпевшего отклонили. Сейчас вот с этой минуты, как закончился суд, я стал настоящим бомжом. Все, меня, 62-летнего мужика, вышвырнули на улицу. Просто вышвырнули. На вопрос, почему Регина так поступила с человеком, которого любила и прожила с ним больше 15 лет, адвокат просил ее не отвечать. Не отвечайте на вопрос. Не отвечайте, пожалуйста. Кстати, адвокат, который обещал дать нам комментарий, слово не сдержал. Избежал со своей подзащитной. Возможно, праздновать победу. Но не исключено, что преждевременно. Ведь надзорное ведомство может подать апелляционную жалобу. Прокуратура в прениях просила назначить безик наказания в виде двух лет лишения свободы. С учетом статьи 73 данного наказания считать условно-соспытательным сроком также два года. После получения судебного решения оценка о необходимости его обжалования будет дана, восстановлено в законном сроке. Сергей, которого Регина отправила по социальной лестнице вниз, намерен бороться за свои права до конца и ради этого готов даже дойти до Верховного суда. И в завершении нашей программы о премьере в субботу, 6 июля в 21.50 новый выпуск «Квартирника» на ОТС. Группа «Кухня», известная в Новосибирске с длинной уже историей, с красивыми песнями. Это такой акустический рок с современной авторской поэзией. Лидер группы Сергей Алдошин, ведущий «Квартирник» Алексей Кудинов. А все это происходит в зале театра «13-й трамвай». Итак, группа «Кухня», композиция «Невесомость». Смотрите прямо сейчас, а мы встретимся через неделю. Удачи! Напомни мне, как в тишине с тобой слова шептали в небе, И в невесомости летел наш ангел белый словно ветер. Над зеленым полем, без конца и края, Над земным покоем, где б тебя оставил я. Субтитры создавал DimaTorzok И может быть, когда-нибудь тебя я встречу на пороге, Чтобы забрать скорее домой, туда, где ангелы и боги. Пролетев над полем, без конца и края, Над земным покоем, где с тобой остались мы. Субтитры создавал DimaTorzok Там вверху, касаясь неба, Кружит ветер хлопья снега, И будто не было и нету в этом мире нас. По полям и по дорогам, где-то далеко от Бога, Там, где навсегда остались наши голоса, Наши голоса. Ну что, пойдем? По небу погуляем? Ну что, пойдем? По небу погуляем? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»